Мы не понимаем, что айсберг тает снизу, и пока он тает, ничего не видно. Вот, допустим, айсберг тает снизу, кажется, что он какой был, такой остался, но он потом резко переворачивается. Айсберг, когда тает снизу, он снизу в пять раз больше, чем сверху. Сверху небольшое количество, а снизу целая огромная глыба. И она тает, тает, и потом раз переворачивается. Так и человек. Он сначала внутри меняется, меняется, но что незаметно. И потом раз резко он начинает вставать на правильный путь жизни. И самое главное, знать об этом и просто ждать. Вы скажете, а мой человек вообще близкий не меняется, наоборот, деградир. Это значит, что у вас к нему нет доброты. Только через доброту переходит знание. Если есть доброта, вы его приняли, и вы сами развиваетесь, знайте, что просто ни одного шанса, что он не будет меняться. Ни одного шанса нет. Понятно, да? Ни одного шанса, но он обязательно будет меняться. Точно так же приводится пример ведок, как солнце восходит, и все тени уходят. Вот солнце восходит, тени уходят. Тень — это значит невежество, солнце — это значит знание. Точно так же, когда человек озарен знанием, вокруг него все меняются, все близкие люди. Все меняются, но они озаряются знанием. Просто сначала внутренне, незаметно, а потом снаружи знание. В общем, есть последовательность определенная. Например, когда человек развивается как личность, сначала он сам меняется, никто вообще не меняется вокруг, и он начинает чувствовать одиночество, как будто бы он оторвался от всех. Такой перевод. Потом дальше он получает новых друзей, с которыми вместе он развивается. А старые друзья при этом остаются. И он очень сожалеет, что они не меняются. И в тот момент, когда он их поймет как личности и станет к ним добрым, друзья начинают меняться. И какие-то из них подтягиваются к нему, начинают развиваться. Это первое, что происходит. Первое изменение. Потом второе изменение происходит в том, что у него на работе люди начинают интересоваться всем, что он делает, и тоже начинают меняться. И у него на работе меняются отношения с людьми вообще в целом. Все на работе становится. Сначала друзья, потом на работе. Потом третья стадия. Близкий человек начинает меняться. Друзья на работе, потом близкий человек начинает меняться. И когда близкий человек уже меняется, только потом дети начинают меняться. И только потом родители. Такова последовательность. Вы не сможете ее поменять. Если вы сами не меняетесь, хотите поменять близких, тогда забудьте. Если еще не поменялись ваши друзья, не время близким. Если у вас на работе лучше не стало, не время близким. И когда все это уже поменялось, время уже меняться близким. Они тоже начнут меняться потом. Потому что у человека есть определенная сила, и она копится. Чем больше силы, тем больше перемен в жизни. А потом, после того, как родители поменяются, да, одни родственники начинают меняться. И вы, несмотря на то, что вы с ними даже можете не общаться. У меня такая ситуация была, что как-то вот мы не общались с двоюродными братьями и сестрами. Я не общался. Ну, как-то так вот получилось в жизни. Они уехали туда, в Израиль. Мы как бы в России. Ну, и разглянулись. И я развивался, я молился. И моя двоюродная сестра, она не знала, как ей жить, и начала слушать лекции мою. И потом она начала видео смотреть, смотрит, на дедушку похож. Думает, может, родственник какой. Начала папу спрашивать, и она говорит, так это твой брат. Так мы с ней познакомились. Но я и не проповедовал, она сама нашла лекцию. Недавно мне позвонила одна девушка, говорит, Вы знаете, я жена одного человека, который с вами учился в школе, в вашем классе. И я ба-бамс, то есть она меня называет человека. Я знаю, этот человек учился, мы были школьниками, в одном классе учились. И оказывается, они начали слушать меня лекции. Одноклассники начали слушать лекции. Знаете, это все происходит. Меняется в окружении вокруг человека. Я когда в институте учился, я был гадким утенком. То есть мне все смотрели как... Ну и было за что, потому что, ну, правда, кукушка у меня работала немножко по-другому, как у всех. Ну, то есть эта стадия фанатизма была очень выражена. То есть я выходил на улицу с утра, обливался ледяной водой, там, зарядку делал. И это было при минус 15, и у меня волосы покрывались льдом. Потом я одевался, и, ну, в пиджачке в одном шел в институт. И когда я заходил в институт, у меня была корка ледяная на голове. Медицинский институт, корка ледяная. В одном пиджачке, минус 15. Одна девушка меня спросила, у меня нормальная будет поездка в отпуск летом? Ну, она в конце вечернего года. Я говорю, поездка будет нормальная, но в твоей квартире погибнет твой друг. А потом ты сломаешь, ну, у тебя будет авария, но ты выживешь, просто сломаешь руку. А так поездка будет нормальная. И она посмеялась такая еще, ну, как они поугарали от одной с друзьями еще. Она так, шутку меня спросила. Потом, как бы, они там праздновали, что-то набухались. И у нее в квартире, как бы, один ее знакомый в паркмире зашел, но назад не вышел. Погиб там у нее в квартире. Потом они поехали дальше развлекаться и попали в аварию. И она выжила, но сломала руку. И потом, когда она приехала назад, она мне сказала, ты меня проклял. И они меня боялись, уже спрашивали. Ну, так мы не относились в институте ко мне. Но сейчас два одногруппника моих слушают лекции и сами уже людям-то их знали. Знаете, все меняется. Все меняется со временем. Поэтому не отчаивайтесь. Если вы чувствуете, что что-то, как бы, слишком долго, вы не можете дождаться, то все идет по плану. Самое главное, знайте, что если вы по-доброму не начнете относиться к близкому человеку, не примите его сначала, потом не начнете по-доброму относиться, он никогда не поменяется. Это невозможно. А тем более, если вы ему еще нравоучение читаете, его пилите, его неправильной жизнью, то вообще шансов нет, чтобы он поменялся. Просто нет шансов. Потому что близкие люди меняются только через любовь и принятие такими, какие они есть. Тема понятна? Ну а если вы сами хотите меняться, вы говорите, да мне, Галя Геннадьевич, какие близкие. Я сама вот лекции послушала, вдохновилась. Потом вы уезжаете, проходит два месяца и все, и до свидания, как бы, болото. Это значит, что вам не хватает друзей. Особенно женщины. У женщин коллективный разум, у мужчин индивидуальный. Вот как, допустим, женщины себе заставить рано вставать. Женщина не должна себя заставлять рано вставать. Если она себя заставит рано вставать и встанет, она потом себе не простит. Она будет ходить и думать, что я насилие такое над собой совершил, с чем это вообще надо. Ей будет так противно вообще об этом даже делать. Так или нет, женщины? Так. Что же делать? Да, выключать мобильный телефон. Что же делать? Делать нужно следующее. Нужно понять, что у женщин коллективный разум. И у женщин очень сильная совесть. Женщинам нужно просто позвонить друг другу и сказать, завтра встаем пораньше. Подружки. Я говорю, ну, ей не планировано. Ну, как не пройдет, говорю, мы держи лекции с душинством, правда? Ну, да. Мы захотели, но да. Ну, вот надо вставать пораньше. Она, ну, ладно. Ну, все. Давай встаем пораньше, да. Все гласно. И так, когда позвонила, которая думает, мне тоже придет вставать пораньше. Я теперь ее вдохновила, теперь неудобно как-то. Все, мы так женщины живут. Теперь, если мужчина звонит другому, он говорит, завтра встаем пораньше. Он говорит, ну, ладно, хорошо. И потом оба не встают. Потому что у мужчин, как бы, через совесть невдохновения не возникает, понимаете? У них совесть как-то не вдохновляет мужчину. А вот если мужчина звонит своему другу, говорит, я начал вставать рано, понял? Тот говорит, ну, и чего, чего ты мне говоришь? Да ничего, просто жизнь у меня лучше стала, понял? Я встаю, и мне хорошо. Вот. Он говорит, а что ты мне это вообще назовуешь? Говоришь, говоришь, ну, чего я тебе говорю? Говорю, что как бы, что ты-то никогда не сможешь рано вставать. Потому что неудачник ты. И тот такой кладет в руку. Да пошли вы все. И рано встает. На следующий день. Или через недельку. Когда дойдет. Ну, то есть вызов. Мужчине нужен вызов. А женщине нужна гармония. Сотрудничество, взаимопействие. Это на линии. Вот и учитесь правильно жить. Нужно, нужно, всегда человек должен быть рядом с кем-то для развития. Потому что все люди вокруг, все люди вокруг деградируют, не развиваются. Все идут вниз. А вы хотите, решили, ввести вверх. Вы хотите быть счастливыми. И это очень сложно. Энергетика вокруг такая. Вот вы, допустим, утром просыпаетесь. Все спят вокруг. И вы такие. Тоже назад. Почему? Потому что энергетика вся. Все спят. А вам надо молиться в это время. Вам надо идти против течения. Понимаете? Сначала. Потому что потом придет время, и все вокруг вас тоже начнут развиваться. У меня вот, когда я начал развиваться, работать над собой, мне было 16 лет. И моя мама посчитала, что я заболел шизофренией. Понимаете? А сейчас моя мама сама работает над собой, слушает лекции, развивается. Понимаете? Всему свое время. Все меняется постепенно. Развиваетесь. Но в целом есть секрет, который вы должны понять. Если вы его поймете, у вас все получится. Нужно понятно слушать лекции, продолжать. Даже если вы знаете, что вы все уже понимаете, надо слушать для вдохновения. Не для информации, а для вдохновения нужно слушать. Может быть, не обязательно манией, там еще кого-то, но кто вдохновляет. Но даже этого недостаточно. Самый главный принцип вот. Понимаете, песенка должна быть в вашей жизни. Должно быть больше людей, которые так же, как вы, живут. И тогда будет песенка в жизни. Не словечко, а песенка. Песни, жива в жизни, как песня будет. Понимаете? Вот у меня все вокруг так живут правильно, вокруг меня. И даже если я устал после поездки, меня все равно поднимут. Мне не дадут расслабиться все равно. Люди все вокруг так живут. Мои друзья, знакомые все. У меня такое окружение. Я никогда не смогу расслабиться. Всегда буду идти только вперед. Если я за болото даже захочу, меня будут вытащить. Не положу. По статусу. Развивайте. Вот это очень важно знать. Это второе правило. Победа над судьбой. Отношения с близкими людьми. Победа над судьбой. Продолжение следует...